СМЕРТОНОСНЫЕ ПТИЧКИ В 2022 году FPV-дрона стали активно использоваться вооруженными силами Украины на поле боя. С помощью легких и простых беспилотников военные уничтожали технику и живую силу противника. По факту, гоночные беспилотники адаптировали для военных целей. В полномасштабной войне России против Украины они изменили представление о высокоточном оружии. Само название FPV – это First Person View, то есть от первого лица. То есть человек, который управляет этим дроном, имеет возможность видеть все, что он делает. Сейчас к этому устройству прицепили взрывчатые устройства с системой инициации. И он начал достаточно серьезно поражать противника, технику и все остальное. До массового применения FPV-дронов удары по российской технике наносились дорогостоящим оружием. Например, один выстрел из «Джавелин» стоит почти 200 тысяч долларов. «Энлав» обходится дешевле – 33 тысячи долларов. Но все равно сумма по сравнению с ценой БПЛА намного выше. Так, один FPV стоит от 350 до 1000 долларов, и он способен уничтожать технику на миллионы. Только с середины сентября по середину октября 2023 года маленькими дронами Силы обороны Украины уничтожили 146 единиц техники армии РФ на сумму 141 миллион долларов, подсчитывал Форбс. С начала 2024 года украинские производители изготовили уже 200 тысяч FPV-дронов. Цель на год не меньше миллиона единиц. Принцип их производства достаточно простой. Беспилотник строят вокруг универсальной рамы, а при сборке используют двигатели, системы управления, камеры и прочие необходимые элементы разной ценовой категории. Чтобы у армии страны-оккупанта не было шанса противостоять маленьким убийцам, инженеры планируют оснастить БПЛА новой технологией – машинным зрением. Такое решение позволит оператору захватить цель. Дрон сможет двигаться к ней в автоматическом режиме. Когда FPV-дрон приближается к намеченной цели, пропадает связь, и оператор фактически не видит, куда он дальше может попасть. Дрон просто летит по инерции. Для того, чтобы этой ситуации избежать, изменился несколько алгоритм. БПЛА-разведчик находит цель, вызывает дрон, дает координаты этой цели. После этого FPV-дрон с помощью оператора захватывает эту цель, и дальше он устремляется уже вне зависимости от того, подавляется ли видеосигнал или не подавляется, он уже направляется в цель. Оснащение машинным зрением повысит цену FPV-дронов. Как сильно она изменится, зависит от уровня сложности системы. В более простом варианте достаточно микроконтролера типа Raspberry и камеры с цифровым интерфейсом. За это нужно будет дополнительно отдать около 200 долларов. И это того стоит, ведь такая технология значительно упростит работу оператора. Сократит время его подготовки, снизит эффективность враждебного РЭП и обеспечит больше попаданий по вражеским целям. Пока что массового использования усовершенствованных FPV не фиксировали. Технология еще дорабатывается. Но как только ВСУ получат дроны в большом количестве, потери армии РФ будут в разы больше. Субтитры создавал DimaTorzok